Дорители слушают молча, поклоняясь танцу и дрожа от страха перед его Творцом. Это не совсем человек, это шаман. Своего рода посредник между душой и телом. Только шаман понимает, что хотят сказать этим людям бессмертные духи о прошлом, настоящем и будущем. Своего рода посредник. Охотников в тундре вообще много быть не может. Сейчас их меньше тысячи человек. Друг друга они называют неа. Друзья. В отечественной этнографической традиции пришлось другое название. Нганасаны. Самый северный народ на планете. Тысячелетиями они кочевали по северу Таймыра. Там, куда не могли добраться даже самые упорные христианские миссионеры. И потому им удалось сохранить духовную независимость, дремучее язычество и многовековые шаманские династии. Здесь и сейчас немало брошенных на от, увязанных, как при перекочевке. Их хозяева умерли. А сами нафты оставлены на месте погребения. Народ, живущий на вечной мерзлоте, еще недавно хоронил своих мертвых на поверхности земли. Если медведь разорял захоронение, это считалось хорошим знаком в дальнейшей судьбе покойного. Уже в другом мире. Советская власть переселила кочевников в поселки, а шаманов просто объявила врагами народа. Строго говоря, сегодня на Таймыре шаманов нет. Они навсегда ушли в ледяную бесконечность тунды. У народа неа, кладбищ нет. Здесь общаться с мертвыми запрещено. И потому погибших вывозят на нартах в тундру и оставляют там. Согласно древним верованиям, к брошенным нартам приближаться опасно. В них могут храниться особо почитаемые семейные святыни, общаться с которыми надо умеючи. И разговаривать с ними особым образом, иначе духи могут разгневаться. На места же захоронений людям ходить нельзя вообще. Это главный закон и главная табу народа неа. Я Роман, это у нас генера, куда мы не съем. У нас грех даже на кладбище ходить неразрешенно раньше. Да и сейчас так-то. По конику нельзя заходить. Дом, рация. Вот я помню, по сонам был. Маганасаны считают, что после смерти чистая половина человека уходит в мир мертвых, который находится под семью слоями подземного льда, а нечистая остается на могиле. Именно поэтому кладбище здесь обходят стороной. Умершему собирают в нарты всю необходимую утварь. А детей вообще хоронят на деревьях, ближе к небу. Маганасаны верят, что мертвый может похитить душу живого, а вернуть эту душу может только шаман. И тогда он берет бубен, надевает свой странный наряд, вселяет в себя духов помощников и отправляется на поиски души больного. Но костюм шамана, увешанный железом, это панцирь для защиты от враждебных духов. Шаман будто бы вторгается в мир мертвых и ведет с ним битву, отбивая души живых. Люди племени не верят, что пляск шамана – путешествие в другом измерении. Духи легко несут его по необъятной, нечеловеческой вселенной. Иногда, правда, действия переносятся в мир людей, и тогда шамана приходится удерживать на цепи, для того, чтобы он остался среди живых. Когда вселившиеся духи поют устами шамана, бахрома на железной короне закрывает его лицо. Это тоже защита. Не столько для шамана, сколько для окружающих. Видеть его глаза в это время для простых смертных очень опасно. Его надо слушать. И слушаться. Шаман может отдать любой приказ. От запрета ходить на охоту до убийства. Это шаман не разрешал. Пока я не скажу, ты не ходи туда. И не стреляй. Пока там круглый такой шайтановый на щели привязан держал. Как-то весьма. И он не послушался. Поехал сам. Потом шамана сказала, если ты совсем силой хочешь туда идти, убей собаку свою и брось в воду. Тогда только пойдешь. А я чего-нибудь скажу, потому что, ну, тут через собаку, чтобы он туда перешел. А он не послушался. Мне собаку жалко. Я собаку свою не убью. Жена аж плакала. Зачем собака тебе? Зачем? Не послушался и так и пошел. На лодки поедут кресты. Там стал на гусей стрелять, карты играть. Там корична заболел и умер. Русские этнографы общаются с нганасанскими шаманами с начала 30-х годов. Эта экспедиция известного североведа Юрия Семченко была на Таймыре в 78-м году. Вот он, второй слева. Крупный в очках. А рядом с ним тоже в очках и в русской ушанке нганасанский шаман. Простой с виду советский пенсионер показывает ученым свою таинственную экипировку. Среди шаманских вещей оказывается немало древних предметов, перешедших по наследству от шаманов предков вместе с преданиями о их чудесах. Вот деревянный посох с тремя головами. Он когда-то принадлежал легендарному шаману племени Ня. У него не было бубна и специального костюма. Он лечил людей этим трехглавым посохом. Посох прилипал к телу больного, и шаман поднимал его. Человек вставал на ноги, уже здоровым. А на этих кадрах 78-го года рядом со старым шаманом его внук Игорь. Кадры по-своему уникальны. Акадцы-шаманы учили своих детей. Здесь Игорю 8 лет. Игорь наполовину русский. Он родился в Саратовской области. Однако еще малышом мать привезла его с материка и оставила у своих родителей в тундре. Здесь Игорь получил манганасанское воспитание и взял себе отчество по деду. Незадолго до этих съемок Игорь отучился год в интернате. Там запрещалось говорить по-манганасански, но Игорь иногда пугал своих одноклассников, а заодно и русских воспитателей исполнением дедовских шаманских песен. А летом он вернулся в родную тундру к бабушке и дедушке. Тогда в осенью за ним прилетел вертолет, старый хромой шаман, полжизнь проходивший по тундре на деревянной ноге, вышел встречать железную птицу с винтовкой. Он понимал, что после его смерти народу не будет нужен новый шаман и не хотел отпускать своего внука в поселок, в цивилизованный мир. Дед Игорь был последним, кто играл на этом странном инструменте каменного века так, как делали его предки. На севере, у подножия гигантского ледника, где жили предки анганасан, такой вот специальный лук был первым инструментом, имевшим отношение к музыке. Игра на луке своего рода психотерапия, мистический ритуал, призванный успокоить души живых. Игорь, чтобы научиться, должен был месяцами слушать эту игру, но брать лук в руки шаман ему не давал. Это мистическое искусство.